Баскетбольная команда Нижний Новгород потерпела поражение в матче с испанской Гранд-Канарией. Гостям удалось завладеть инициативой еще с первых секунд, и весь первый отрезок преимущества испанской команды было не менее 9 очков. Сегодня сыграли хорошо где-то 8 минут, 9. 32 минуты мы играли как в хоккей в меньшинстве сегодня, 4 на 5. И в меньшинстве это я имею ввиду, что у нас нет концентрации. Все время один игрок теряется. Во второй 10 минутке нижгородцам, казалось бы, удалось найти свою игру и немного сократить отрыв гостей. Однако на большой перерыв команды ушли со счетом 42-57. Хочу сказать, что наша команда сегодня хорошо сыграла в нападении, очень неплохо выглядела на трех очковой линии и на подборе. И мы также очень хорошо смотрелись на быстрых прорывах. Я очень рада свою команду. В третьем игровом отрезке ситуация только ухудшилась. Единственная задача нижгородцев была не допустить разницы более чем в 20 очков. Однако финальная четверть была совсем неудачной. Счет гостей перевалил за сотню, а черно-белым каждое очко давалось с очень большим трудом. Сложно, мы же сами видели, сложно. Нужно время. Надо не забывать, что у нас молодая команда. Команда в этом году собрана реально с нуля. И я думаю, что возможно вот эти моменты, когда потеря концентрации, глупые ошибки, я думаю, что мы еще недостаточно чувствуем, достаточно сыгранность. Таким крупным поражением началось выступление нижгородского клуба в Еврокубке. Однако у молодой команды хороший потенциал. А значит, следующая игра с красноярским Енисеем в рамках лиги ВТБ обещает быть интересной.